Мир вам, братья и сестры! И, конечно, когда говорят люди о бесах, это страшно, и, как бы сказать, может это неприятно, кто-то скажет, зачем об этом говорить, но Библия учит нас, чтобы мы говорили об этом, ибо нам не безызвестны его умыслы. И Библия наполнена разными случаями и событиями, которые показывают или рассказывают, как это происходит с людьми. Конечно же, люди, когда рассуждают или говорят, что человек попал под влияние Духа, люди думают, что это вот упал, как бы извергает пену, или сумасшествует, или еще что-то такое. Поэтому, как бы мы, когда рассказываем или приводим некоторые тексты из Библии, мы показываем, что это может случиться с любым человеком, в том числе, это как было, например, с апостолами. Когда, помните, они проходили через, они пошли через Север, ну, через Самарию, и Иисуса не приняли. Помните, что они сказали? Давайте мы сведем огонь на место сего, как это сделал Илия. То есть, они в тот момент уже служили Богу, уже молились за других людей, уже вернулись. Иисусе Христос им что ответил? Не знаете, какого вы Духа. То есть, вот это, как бы сказать, как это происходит с человеком, тихо, иногда даже незаметно, что даже праведные люди, в том числе и апостолы, могли не заметить, что с ними произошло. Когда мы читаем, например, Деяния апостолов, мы видим такое, что когда Петр обратился, написано, исполнившись Святого Духа, он начал говорить. И люди могут подумать, что, ну, этот человек, если читать, что, наверное, был очень умный, знал Писание или еще что-то такое. Но помните, когда они, Петр и Иоанн, находились среди Синедриона, они приметили, что они люди простые и не книжные. И они удивлялись, как они могут знать так Писание, ну, как бы сказать, открывать такие вещи. Почему они это знали? Потому что Дух Святой давал им знание этого. Но сегодня мы говорим не только о Духе Святом, мы говорим и о Духе Святом, но сегодня мы говорим об обратной стороне. То, что происходит или когда люди подпадают под различное влияние. И вот, поэтому, когда мы говорим об этом, я хочу сказать, что мы здесь не только, что вот этот человек, мы делим разных людей. И это влияние постоянно. Но мы хотим показать из Библии, как это происходит. И стараемся это делать не для того, чтобы вы искали кого-то, о, этот человек вот такой, а этот вот такой. Да, Библия нас учит, чтобы мы молились, и один из главных даров Святого Духа – это дар распознавания духов. Помните, да? И в Библии есть такая заповедь – испытывайте духов, от Бога ли они. Когда это происходит, иногда люди вкрадываются и в церковь, и в общество, делают разделение, производят ссоры, смуту, ненависть, сеют разные вещи. И это может быть среди собрания детей или народа Божьего. И хорошо, когда Бог открывает или показывает это наперед, дает знать, что происходит, чем движимый тот или иной человек и почему это происходит. И вот я хочу прочитать одно место из Библии и первое, как бы сказать, одно из проявлений или влияния и работы вот этих бесов или, как бы сказать, нечистых духов, ангелов, падших, как бы сказать, на человека. Здесь описано в книге «Судьи» интересная история. Это 9 глава с 22 стиха. Мы видим, что они производят ссоры, разногласия, бунт между людьми. Вот это ненависть или расизм, когда люди ненавидят, бывают беспричины, брезгуют другим людьми, надмиваются над другими людьми, как бы считают их другим сортом. Я думаю, что во многих нациях есть шутки, которые просто высмеивают другую нацию. И как бы здесь описывается случай, я его прочитаю. «Авимелех же царствовал над Израилем три года, и послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема. И не стали покоряться жители Сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось вмещение за 70 сыновей Иеравааловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей Сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих». Короткий случай, ну как бы можно прочитать и всю историю, но из-за того, что время, я хотел бы именно внимание обратить на ключевые места, что Бог совершает суд, и Он допускает вот этого нечистого духа, который производит возмущение. Ну люди устали как бы платить дань, и можно как бы на этом остановиться. Но мы видим, что не просто, что за этим стоял другой дух, который возмутил этих людей. И это было, если мы смотрим на большую картину, это все так же отвечало суду Божьей или воле Божьей, потому что эти люди пролили кровь, и здесь объясняется, почему это Бог допустил этого злого духа, или была посеяна эта ссора, или эта вражда. Иногда, то есть если мы смотрим на эти вещи, но иногда люди не понимают, почему, допустим, некоторые молодые семьи, они не могут помириться. Муж с женой. Многие люди, которые прожили уже, допустим, 20 лет совместной жизни, иногда, когда вспоминают свои, я был как раз на одной такой, на таком одном общении семейном, и люди как бы свидетельствовали, рассказывали, почему они поссорились. Им было самим смешно, из-за чего они ссорились, когда они подженились. То есть когда молодые, они говорят, ну стоило из-за этого. Он хотел свое что-то показать, она хотела что-то свое показать. Но мы видим, что сатана не просто хочет, чтобы люди поссорились, или имели какое-то неприятное, он хочет, чтобы за этим шли последствия. Конечно, это может начаться через обиду, или через гордость, или еще через что-то такое. Но цель всегда врага была украсть, убить и погубить. То есть разрушить чью-то семью, или посеять какое-то недовольство. Есть такое место, что, как бы сказать, есть люди, которые делают разделение в церкви. И апостол Павел говорит, они не Господу Иисусу Христу этим служат. Почему он так говорит? Потому что, как бы красиво это ни одевали, какими бы текстами из Библии, а это бы ни обрисовывали, показывали. То есть это не то, что хочет Бог. И он говорит, что это не есть служение Иисусу Христу. Поэтому, размышляя об этом, я думаю, что многие из нас в жизни, наверное, большинство и все, я бы сказал, наверное, все, которые сталкивались с разными конфликтами. И вот эта неспособность разрешать конфликты мирным путем, находить какое-то там перемирие, понимать других людей, неспособность понимать, вот это воспринимать, это иногда может быть навязчивой идеей. И когда она переходит определенные рамки и границы, это может быть и под воздействием нечистых духов, как здесь написано, или злого духа. Также другое место, которое я хотел бы прочитать, это Евангелие Луки, достаточно известное место, много раз на него ссылались. Здесь написано так, Евангелие Луки, 4 глава, и я читаю с 33 стиха. «Был в синагоге человек, имеющий нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты? Святой Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи, выйди из него!» И бес, повергнув его посреди собрания, вышел из него немало, не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой. Что это значит? Люди, которые находились вокруг, как бы сказать, у нечистых духов, когда они входят в тело человека, у них есть способность говорить через человека. И это не просто крик. Это может быть в разное состояние. Очень, как бы сказать, нечасто, но когда молятся за человека, иногда он может противиться. Этот дух, он может быть говорить. То есть противиться, огрызаться, смеяться, издеваться, обзываться, хулить. Но это не делает тот человек. Этот человек в этот момент может даже, как бы сказать, он может осознавать, что с ним происходит, но он не владеет в этот момент телом, не горлом. То есть женский голос может поменяться на мужской, или наоборот, или человек может просто истерично хохотать. Как бы сказать, могут быть разные проявления. И тогда все скажут, о, какой-то сумасшедший, или человек, который явно одержим. Но здесь описывается история, когда человек говорил достаточно здравые вещи. Как бы сказать, он знает тебя, кто ты, святой, божий. И вот вы помните ту женщину, которая доставляла немало, как говорится, дохода людям. Помните, и когда она шла за Павлом и Варнавой, и говорила, о, сии, человеки, рабы Бога Всевышнего. И когда она делала это из дня в день, оно им надоело. Апостол Павел, написано, исполнился Святого Духа, запретил ему. И тот вышел, и дар ушел. Понимаете, как бы события, которые произошли. То есть вот эта, как бы, возможность говорить, иногда оно проявляется достаточно в такой интеллектной, ну, как бы сказать, свободной манере, и люди говорят очень умные вещи. И не всегда люди могут заподозрить, что это не сам от себя человек. Яков, помните, он пишет такое, что есть мудрость, которая сходит свыше, а есть другая мудрость. И он ее называет земная, душевная и бесовская. Что вот есть мудрость, которая вроде бы человек разумный, он говорит хорошие вещи, но мудрость, и чем руководится этот человек, он руководится бесами. Понимаете? И, как бы сказать, в этот момент, через него не просто, как бы, человек говорит, да, а злой дух говорит через него, потому что он хочет кого-то уловить или что-то сделать. И Библия говорит, что у них есть такая способность, или что они могут такое сделать с человеком. Мы не разбираем причины сегодня этого, или почему они, как они это делают с человеком. Возможно, об этом будет говориться позже, и как освободиться от этого. Но сегодня мы говорим о самых причинах, о проявлениях, и как это происходит с человеком. Также из этого выходит, что Библия говорит, что они могут учить ереся. Я хочу прочитать, или первое послание Тимофею, с 4-й главы, с 1-го по 3-й стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Внушайся ее братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры. Мы видим, что апостол Павел пишет Тимофею, и он говорит, что Дух же ясно говорит, то есть он говорит о Духе Святом, что вот есть такие люди, что некоторые отступают от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Оказывается, что они не просто могут говорить или использовать людей, здесь он описывает, каких людей, сожженных в совести своей и дальше, но он говорит, что некоторые учения, действительно, они распространяются, и в другом месте он говорит, что таковы имене и филит, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать, что вот эти учения, они стоят не просто как бы человека вводят в заблуждение цель, их погубить эту душу, потому что однажды Христос такое сказал, помните слово, что он сказал, не бойтесь того, кто тело может погубить, а бойтесь того, кто и тело, и душу после, как бы сказать, может. И вот сатана, он иногда хочет точно так же, не просто как бы уничтожить человека, нанести ему какой-то урон или ущерб, он хочет эту душу погубить в первую очередь, а потом, конечно же, уничтожить и это тело. То есть это его цель, украсть, убить и погубить. И здесь мы видим, что вот эти многие ереси или учения, которые приходят, с которыми мы сегодня очень сталкиваемся, благодаря интернету, потому что распространяется не только Божье Евангелие, Божья Весть, здравое учение, но очень часто распространяется и различного рода ереси, где идет прямое отступление от Божьих заповедей, от Божьей чистоты, святости. И люди это могут очень красиво обрисовывать. Но написано, допустим, не делай начертания на теле своем, они скажут, ну это же по умершему. Вот если я по умершему делаю, да, не надо, а если я просто делаю, как бы сказать, напишу веру в Иисуса Христа, или там вера, надежда, любовь, то значит уже можно. И люди приводят различные тексты, ну из Писаний, где написано, что Бог напишет на челах, или там еще что-то было, у него написано имя, помните, на одежде, на бедре, как бы сказать, вот, ну как бы, и люди начинают закон Божий делать, как бы, помните, как написано, лживая трость книжников и фарисеев превращает его в ложь, то иногда вот мы видим, что это не просто какой-то замысел человека, потому что так, если подумать, а какая выгода этому человеку? Вот какая польза этому человеку? Если человек всю свою жизнь тратит, вроде бы служит Богу, старается, и потом вводит и начинает учить, столько сил, энергии тратит на то, чтобы распространять какую-то ересь. И причина этому стоит, что за ним, этим стоит определенный дух и его желание, вот эта ересь, которая ведет этого человека в погибель, и не просто его, а и других, которые слушают его. Поэтому всегда, когда люди учат чему-то, однажды апостол Иуда сказал, по-моему, что, говорит, что те, которые учат, им надо быть особенно осторожными, как бы, потому что с них больше спросится, как мы подходим к этому, как мы рассказываем о Боге. Помните друзей Иова, да? И он говорит, они не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. И не просто, что можно было сказать, ну, Бог сказал, не так верно говорили. Но там написано, горит мой гнев. Насколько это страшно, почему это так происходит. И, может быть, они не заметили, когда они дали место дьяволу, или, как бы сказать, этому духу, чтобы он начал, вот так, как бы сказать, подловить другого человека. Также Библия учит нас, что эти, как бы сказать, сатана, или, как бы сказать, духи, как услуги, его ослепляют умы людей, не дают возможности им покаяться. То есть этот разум, как бы ослепленный, да, что они не видят разницы. То есть человек, ну, как бы, ослепленный, это когда человек не видит, да, куда идти, что делать, почему, да, вот когда человек есть зрение или он видение, он может пользоваться, он видит, что происходит вокруг и понимание. Но здесь, второе послание Коринфянам, четвертая глава, я прочитаю третий и четвертый стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса». Я хотел бы обратить ваше внимание, что апостол Павел говорит, что есть люди, которые не способны, не могут уверовать. То есть, они в таком мраке находятся, или как бы в такой темноте, как он говорит, что они не просто находятся в мраке, но он ослепил ихний ум. И что эти люди, они не способны обратиться. То есть, настолько дьявол уже взял над этими людьми верх или силу, что эти люди, они не знают, не видят истины, они не могут прислушаться к Евангелию или к Слову Божию. Когда-то апостол Павел так сказал, что «Ибо Евангелие для погибающих» что есть? Юродство, да? То есть, глупость. То есть, они могут смеяться, высмеивать это, ну, как бы сказать, издеваться над этим. И мы встречаем таких людей в своей жизни. Встречаем в этом городе, особенно кто выходил на улицы или ходил в донтаун, или, как бы сказать, разные места, проповедовали в разных моллах, говорили, разговаривали с людьми. Есть люди, не просто, как бы сказать, для них это кажется большой глупостью. И, как бы сказать, они высмеивают. То есть, они не способны даже обратиться. Мы знаем, что Бог все равно говорит и открывает сердца людей. И так, есть вот такие много мест, которые показывают об этом, особенно, когда апостол Павел проповедовал, там написано, что Бог открыл сердца людей, да, для благовествования. И апостол Павел молился, чтобы открылись эти двери для благовествования. Но иногда, как бы сказать, вот этот дух, или, как бы сказать, который стоит, неверующий, через определенные действия, или Бог века сего, да, как он его называет, что он ослепляет умы людей. И мы не должны удивляться иногда, почему человек не хочет каяться, или издевается, или почему это с ним происходит. Также, Библия учит и говорит о том, что эти духи могут производить пророчества, или лжепророчества. Я хочу прочитать историю из Третьей книги Царств, где идет объяснение, ну, как бы сказать, что произошло, когда Михей рассказывает свое видение. Это 22 глава с 19 по 23 стих. И сказал Михей «Не так, не я, а выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галатском? И один говорил так, другой говорил иначе, «И выступил один дух, встал перед лицом Господа и сказал, я склоню его». И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь Господь попустил духа лживого в уста всех всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Здесь оговорится за людей, у которых были откровения и видения правильные. Но есть очень много вещей, которые открывают и показывают, где люди говорят просто от своего сердца, говорят свои мечты, где люди не просто говорят лжесвидетельство на Бога или говорят о Боге, где люди пробуют манипулировать другими людьми. И это тоже происходит, когда люди, если так подумать, со стороны, ведь насколько это страшно, когда люди не боятся Бога, призывают имя Бога и говорят ложь. Но это происходит с людьми не просто так, то есть происходит под воздействием определенного духа. И это дух, или как бы лжепророчество, которое происходит, чтобы под видом благочестия или праведности склонить людей, манипулировать, так же само погубить душу. Очень часто эти пророчества делают для того, чтобы этого человека уловить какую-то семью. И люди скажут, ты должен верить, вот ты должен верить, верить, вот это было слово, такое сказано, должен верить. Допустим, если человек находится на грани смерти, ему сказать, откажись от врачей, от лекарства, как бы сказать, потому что тебе было такое слово. Вы знаете, Бог никогда, ну как бы, я так не буду говорить никогда, но когда говорит Бог, мы видим, что если Бог исцелил человека, допустим, от сахарного диабета, да все равно, что врачи вас будут проверять на инсулин. Да пусть сто раз проверяют. Потому что если у вас Бог инсулин, у вас инсулин будет в норме, как бы сказать, то когда делает работу какую-то Бог, врачи здесь абсолютно ни при чем. Иногда человека начинают запугивать, что вот, если ты спросишь у врачей, проверят твой сахар, там это все, значит ты засомневался, значит у тебя нет веры. И вот когда такие, как бы сказать, целители, или еще что-то такое, под видом, говорят в Слове Божьем, как бы сказать, что человек должен поверить что-то. Это просто авантюристы, которые обманывают людей. Да, люди принимают веру, и когда люди приходили ко Христу, Христос говорил, вера твоя спасла тебя. Есть многие вещи, но мы знаем, что людей, когда хоть та женщина, у ней течение крови, она почувствовала в теле своем, что течение крови у ней прекратилось. Люди имеют внутри себя свидетельство, что с ними произошло, и как оно произошло, а не то, что какое-то переживание, сомнение, что делать. Иногда люди так, как бы сказать, тоже, как бы вот эти лжепророчества обманывают людей. И это не просто, что это действительно лживый дух, который входит в уста людей и использует их для того, чтобы, опять же, если мы говорим о цели дьявола украсть, убить, погубить. То есть ничего другого они не преследуют. И поэтому есть много обмана или, как бы сказать, таких вещей, которые происходят под очень благочестивым видом. И когда-то апостол Павел, он так сказал, что иногда сатана приходит под видом ангела света. Он говорит, что не слушайте. То есть есть вещи, которые сказал Бог. И если это сказал Бог, это слово, оно непогрешимо, оно вечное, оно верное. И есть даже в законе такое одно место, где он говорит, что придет человек и пророческий, и пророческий скажет, и даст знамение, и сбудется то, исполнится это знамение. Но он скажет, пойдем начнем служить другому Богу, поклоняться идолам или делать еще что-то, что противно воле Божией. Что Библия говорит? Не бойся такого человека, не бойся такого пророка. То есть не надо прислушиваться к этим словам так внимательно. Даже если человек дает знамение. Кажется вроде, как это так? То, что Библия учит или открывает, что Божие Слово или то, что изрекли святые Божьи и человеки, будучи движим и Духом Святым, есть так еще написано, неизменный в слове Бога. Это, по-моему, в Салмах написано, и что он поставил, как бы сказать, слово свое выше своего имени. То есть то, что сказал Бог, Бог не изменяется. И это слово вечно, потому что вечный Бог. Если как вечный Бог, так и это слово имеет вечно, оно никогда не изменяется, что вот, говорит, было такое время, а сейчас другое время. Нет, то, что сказал Бог, оно вечно, потому что Бог вечный. Это не слова человека. Также мы видим, что, я уже коснулся этого, что производят чудеса. Есть такая, как бы сказать, определенные чудеса или то, что не входит в объяснение. В книге Исход 7 главе описывается история, когда Бог послал Моисея, и он пришел, предстал перед фараона. И Моисей, когда спрашивал, как послушают меня братья мои, и Бог дал ему знамение. Вы помните, да, и когда, припомните, он пришел перед фараона, и он делал знамение. И помните, фараон позвал своих волхвов, мудрецов, которые тоже пришли, и что-то у них получилось, некоторые знамения они тоже смогли сделать. То есть бросили жезлы, превратились в змей. То есть до какой-то меры они делали. Конечно, там пришла мера, когда они сказали, мы не можем это сделать, ибо это перст Божий. Но, как бы, есть моменты, которые, как бы сказать, подражают, или что-то имитируют, они делали. Конечно, лучше и легче Египту они не делали, но, тем не менее, некоторые вещи они делали. И вот второе послание фессалоникийцам, 2-я глава, 7-го стиха. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Мы видим, что эти знамения, это не просто будут знамения, как в законе написано, что человек скажет, или пророк скажет и сделается, и сбудет. Здесь апостол Павел пишет, что да, они будут чудеса ложные. И он дальше прибавляет, как различать. И со всяким неправедным обольщением погибающих. То есть, есть неправда, которая, то есть, не просто будут какие-то знамения, не просто какие-то там вещи будут происходить, одновременно с этим будет насаждаться неправедное обольщение. А в чем обольщение? Ну, а зачем вам, допустим, соблюдать субботу? Какая разница? Ну, вот, допустим, там происходят чудеса или еще что-то подобного рода. Вы, я думаю, уже многие знаете, можете рассказать истории или случаи, которые происходят. Здесь апостол Павел предупреждает за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Апостол Петр пишет, что мы должны делать? Возлюбить чистое, словесное молоко, дабы от него нам возрасти во спасение. Вот это Слово Божие, да, оно чистое, как бы сказать, это чистая истина, которую сказал Господь, а не человек. И здесь, когда мы обращаемся к Нему, как к светильнику, или, допустим, обращаются, что вот какие-то люди, или там заблуждения какие-то людей, которые люди оправдывают, какие-то отступления, и действительно, другие обольщаются, слушают, видят, что происходят какие-то знамения, может, даже исцеление, может, еще что-то произошло. Человек вопросил, поставил знамение, оно исполнилось, и человек говорит, да зачем оно мне, ну, как бы сказать, вот, когда здесь происходят какие-то чудеса. И Библия предупреждает, что есть такая, как бы сказать, обольщение, или форма обольщения, не то, что оно всегда происходит, и что сатана настолько силен, но что он может, и Библия показывает, что некоторые духи, они могут и такое сделать. И вот, книга Откровений, 16 глава, она описывает историю, как бы Иоанн видит видение, да, 16 глава, я хочу прочитать с 13 стиха, это видение. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Сейду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Здесь мы видим, что он описывает, что многие цари, тоже у них есть свои слоги, и книга Царств, она показывает, помните, что они вопрошают, и как бы сказать, гадали, вопрошали, делать, идти туда, или что-то делать. И мы видим, что действительно, что он увидел, как это происходило. Именно Иоанн описывает, как это происходило, что из уст лжепророка вышли эти нечистые духи, подобные жабам. И они творили какие-то чудеса. То есть, что-то они ставили, или как бы сказать, что-то было правдоподобно, что-то нет. Но ихняя цель была собрать их, собрать этих людей. Они не могли просто собрать армию, да, эти духи людей, собрать и привести их в одно место. Но они использовали этих царей, для того, чтобы пойти против Святой Земли или пойти и сделать вот так. Поэтому нам нужно быть внимательными, осторожными ко всем вещам, которые происходят. Знать, что говорит Библия, знать, чем учит Господь. И не просто, как бы сказать, что-то произошло, почему оно произошло. Я не говорю, что все знамения или чудеса, исцеления и многие вещи, которые происходят и сегодня, что это вот, о, надо засомневаться в этом. Есть много вещей, которые делает Господь и сегодня. И я это верю, и я это принимаю. И я вижу, что Дух Святой в каждой жизни, в каждом сердце производит свою работу, ведет человека к покаянию. Даже среди неверующих людей Господь открывается, ну, как бы показывает. Но мы видим, что иногда сатана для своего обольщения, уже людей верующих, многих других людей, тоже использует или применяет похожую тактику, да, как бы сказать, чтобы копирует или имитирует действия Бога или Духа Святого. Также Библия показывает, что они могут усыплять людей. И это может быть частью Божьего суда над человеком. Однажды один брат рассказывал видение, он говорит, я пришел, как бы, он говорит, вижу видение, ну, как бы сказать, что заходит определенный там, он говорит, вижу такой косматый, говорит, бес подходит, говорит, и он так на лавке, говорит, тремя пальцами, ставит метки, ставит метки, ставит метки, говорит, я, говорит, сразу не понял, думаю, при чем здесь этот, что он там царапает лавки, как бы сказать. Ну, и он говорит, и сижу, как бы сказать, пришел на собрание, думаю, первая молитва, думаю, странная вещь какая-то. Идет собрание, идет первая проповедь, и он говорит, я обратил внимание, говорит, везде, где он прочертил, говорит, эту метку, люди, сидят такие все, говорит, раз, подымут глаза, еле откроют, опять бац, такие, говорит, сидят, И вот книга, я хочу прочитать из книги пророка Исаии, 29 главы, где уже Господь говорит, я прочитаю с 10 стиха, или нет, я выше, наверное, возьму. «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры, ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы, и всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющему читать книгу и говорит, прочитай ее. Тот отвечает, не могу прочитать, потому что она запечатана. Передают книгу тому, кто читать не умеет и говорит, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. Это же место использовал апостол Павел в послании римлянам, 11 главе, это написано, либо как написано, Бог дал им дух усыпления. Глаза, которые... То есть люди не могут обратиться, люди не видят. То есть происходит какое-то странное событие. То есть люди приходят, могут прийти на собрание, слушать ясные слова из книги заповедей, да, Слово Божие. Но люди не понимают его. Вот как такой пример Исаия привел. То есть вроде бы они слушают, ну или как бы сказать, говорят, прочитай. Он говорит, не могу, она закрыта. Или говорят, что дают другому, который не умеет читать. Он говорит, а я не могу, потому что не умею читать. То есть приходит такое состояние или как бы усыпление, что люди как бы сдаются, или я даже не знаю, как это правильно объяснить, что человек и находится, и слышит, но не понимает все, что происходит. Хоть он и слышит Слово Божие, но не может его применить к себе. Как поступить или что ему нужно делать. Также оно приходит, как бы, это не просто может быть усыпление или как бы часть действия духов, да, что могут влиять на чувства человека. Но это будет также, может быть, и состояние сильной слабости. Одно из мест, которые в Евангелии описывается, Евангелие Марка. Девятой главе. Здесь описывается история, когда один, ну, как бы сказать, ученики не могли знать одного духа, и Иисус спросил отца, а как давно это сделать с ним? Он говорит, с детства и многократно дух бросал его в огонь и воду, чтобы погубить его. Но если что, можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, веруй, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой, глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув, и сильно сотряж его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Мы видим, что это дух, который сотряжся, ну, как бы, сделал, ну, с его телом, то есть, имеет доступ. Люди подумали, что этот человек умер. И иногда вот эта расслабленность или постоянная подавленность, сонливость именно среди собраний. Люди не могут, есть люди, которые вообще не могут даже слушать Слово Божие. Верующие люди, дети верующих родителей, которые выросли, как бы, среди собраний, но им настолько неприятно слушать, как бы, им тяжело находиться. Если они возьмут Библию, они начинают засыпать. То есть, он не может, человек, читать Библию. То есть, такое, как бы, состояние приходит человек. И это не просто, как бы, нормальное или здоровое состояние человека. Это именно то состояние, за которым очень часто могут стоять и вот эти духи, которые не желают, чтобы человек возрос, укрепился этим Словом Божиим. Хочу рассказать одну такую историю, которую рассказывал брат Николай Яковлев. Это больше за распознание духов, или за вот эти ереси. Как бы, там получилась одна ситуация. Он говорит, снится мне сон. И вот снится сон, и он говорит, что я вижу, как бы, сказать, такое стадо, овечки все кучерявые. И вот среди этих овечек, говорит, ну, слышу, гавкает. И он говорит, я, говорю, смотрю, пудель. Пудель тоже кучерявый такой, как овечка, там, бегает. Он говорит, голову подымет, ну, пси иногда, да, собака. Опустит, ну, как бы, все беленькие такие, кучерявенькие, говорит, овечки все. И он говорит, я, говорит, так изумился, говорит, ну, как, что это же может такое быть? Ну как, что такое, как бы сказать. И он говорит, и потом в конце, говорит, он услышал, говорит, по голосу узнаешь его. И он говорит, приехал один брат на собрание, приехал, говорит, достопочтенный, хорошо выглядит, пришел на собрание. И он говорит, когда начал заходить на собрание, он говорит, внутри себя услышал голос, это он. Ну и дали ему слово, и дали ему возможность проповедовать. Дядя Коля говорит, я думал, ну сейчас, говорит, скажет слово, а я после него скажу, там поправлю уже, где там что будет. Ну как бы сказать, он говорит, хорошую проповедь сказал. Не к чему было так, как бы сказать, чтобы придраться или все остальное. Но цель была именно уловить людей. То я вижу, что как хорошо, когда Бог дает вот это распознание духов, когда Господь хранит или показывает, что происходит или какое действие. Потому что ученики или апостолы, когда с ними что-то произошло, они тоже не могли знать. Иногда люди думают, что ну как это так вот происходит с человеком. Я, как бы сказать, уже несколько раз, уже знаком с такими некоторыми случаями, которые, когда люди даже молились за духовное крещение. Вроде бы люди просят доброго, просят, как бы сказать, духовного крещения, молитвы на иных языках. Но они не говорили, что... То есть там были ложные языки. То есть это была подделка. И когда молились за этих людей, то есть это когда произошло проявление, что это не было крещение Духом Святым. Просто этот Дух начал прорицать через этих людей. Я не хочу посеять сомнение или какое-то там в том, что Бог крестит Духом Святым. Действительно, Бог крестит Духом Святым и дает иные языки. Но случается в жизни, что и ложные языки, когда человек не просто, а тот Дух, который живет в этом человеке, для того, чтобы он не выдал, ему тесно, и он начинает произносить какие-то фразы или слова. И слава Богу, что когда, допустим, находились в молитве, человек не может молиться раз, человек не может молиться два, ему говорят, давай молиться за него второй раз, третий раз. И пока один брат не сказал, во имя Иисуса Христа, Дух, который говорит в тебе, как твое имя. И он раз заговорил, и он сказал, какой это Дух. Я сейчас не буду об этом говорить в деталях, но происходит эта ситуация, когда он уже живет долгое время и настолько взял, что человек не понимает, не замечает. И вот он вроде бы хочет доброго, но не хочет раскаяться, не хочет расстаться со своим грехом. Как бы держит, спрятал его в себе и держит его. Взрослый человек, и иногда может и такое, что могут случиться и ложные языки, что и люди могут удивляться, как такое могло быть. Но действительно, что Господь нас учит святости. Почему учит святости? Чтобы мы ко всем вещам подходили серьезно. Поэтому и в церкви даже, когда нам говорили, что почему важно, как молодежь, когда вы идете ревновать о Духе Святом, когда вы ищете присутствие Бога. Всегда, как бы сказать, нужно подходили к этому со страхом Божиим, с трепетом, исповеданием, как бы сказать, молились за очищение, за прощение. И потом ревновали о Духе Святом. И Библия об этом всем предупреждает. Зачем? Потому что, чтобы не сделал нам ущерба Сатана, ибо чтобы нам не были неизвестны его умыслы. Я так своими словами говорю, или цитирую это же место, чтобы мы видели, что Сатана хочет принести. Посеять вот этот раздор, посеять это сомнение, разрушить чью-то веру. Посеять мир среди братьев. И вот эти вещи, которые происходят, иногда это может делаться под очень благовидными причинами. То есть это не просто там, что какая-то болезнь, как я в прошлый раз говорил, да, или когда там явные припадки или сумасшествие. То есть есть вещи, которые на первый взгляд, или простыми глазами, если наблюдать, ну человек такой, ну характер у него такой, да родство у них такое, или еще что-то такое. Вы знаете, иногда за этим родством и человеком таким, хоть он и является верующим уже многие годы, может стоять Дух. И этот Дух, он допущен по определенной причине нераскаянного греха. Поэтому, зная об этом, мы не должны просто искать, если у вас нет удара распознания Духов, не пытайтесь повесить ни на кого ярлык. Ну как бы сказать, что, о, наверное, это такое, это такое. Об этом мы говорим и рассуждаем, что мы сами проверяли себя. Какие чувства у нас возникают, когда мы делаем то-то или другое? Почему на человека сходит такая злость, и он хочет проклинать других людей? Человек верующий, который многие годы был среди собрания, который молится, но вдруг на него сходит такая злость. Проверить надо себя. Почему оно к тебе такое приходит? Кто-то задумывается, приходит и просит, чтобы за него помолились, а он не хочет так оставаться, он не хочет, чтобы его жизнь погибла, да, погубить свою жизнь и жизнь окружающих людей. Ведь многие люди, даже родители, они сказали неразумные слова на своих детей не по той причине, что они потеряли любовь к ним или ненавидят их. Но иногда, как бы сказать, сатана имеет доступ и использовал даже родителей. И как написано, клятва матери что сделает? Разрушает до основания. Поэтому мы и учим, что да, нужно уважать своих родителей, да, нужно их и почитать. Но есть вещи, в которые среди людей, среди отношений людей вторгаются и улавливают души людей так же вот эти злые или нечистые духи, чтобы зачем? Украсть, убить и погубить. Чтобы поймать этого человека и через его же поступок осудить его, как бы сказать, чтобы он знал, что ему нет упрощения. Но мы знаем, что есть сила в крови Иисуса Христа, которой мы проповедуем, есть сила в Господе нашем и есть сила у Слова Божия. Потому что, когда об эти все истории описываются, они описываются с одним умыслом. Как бы, чтобы показать, открыть нам замыслы врага против душ человеческих. И чтобы мы могли противостать, как тому учит нас Священное Писание. Поэтому я пригласил бы нас всех к молитве, чтобы Бог поставил охрану над нами, над нашей молодежью, над нашей церковью и хранил от всяких раздоров, разделений, от ненависти, от беспричинной ненависти. Просто из-за какой-то понятия. Или из-за того, что этот с Казахстана, этот с Молдавии. Или из-за того, что происходит, что вот это там, как бы сказать, вот это женщины, а эти там мужчины. Вы знаете, сколько нехороших шуток, пошлых, злых происходит и рассказывается верующими людьми. И мы оскверняем свои уста. И я хочу, я прошу, чтобы мы сейчас вместе помолились, чтобы Бог поставил охрану. И Господь дал нам такое осознание, чтобы если мы это делали, чтобы мы сами попросили у Господа прощения. Давайте мы помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова